Всем привет это канал по крепипасте и в этом ролике я расскажу как призвать смеющегося Джека но перед началом ролика попрошу подписаться на мой канал я расскажу призыв смеющегося Джека в этом ролике перед тем как вызвать смеющегося Джека сейчас слушайте историю и кто такой Джек стоит разобраться в том, кем же он является на самом деле. Кто такой Джек? В различных историях данный персонаж предстает во многих амплуа от работника цирка с психическими отклонениями до волшебной игрушки он оказывается то безжалостным убийцей, то обиженным жизнью и обстоятельствами существом однако это не меняет жестокого финала каждого повествования со о нем, к сожалению, немногие из тех, кто интересуется, как вызвать смеющегося Джека задумываются о его происхождении впрочем, в Рунете найти крипипосту, послужившую первоисточником появления этого героя, нелегко зато в англоязычном сегменте сети это не составит труда история о смеющемся Джеке из коробки имеется в крупных сообществах посвященных данной тематике она повествует об одиноком мальчике из неблагополучной семьи по имени Исаак Гроссман ребенок страдает от нехватки общения со сверстниками и грубого отношения родителей потому его единственное желание в канун Рождества завести хотя бы одного хорошего друга его мольба оказывается услышанной чудесным образом ему в руки попадает волшебная игрушка, которой является Джек изначально он положительный герой, однако предательство Исаака делает его монстром охочим до садистских развлечений со случайными жертвами из-за этого многие пользователи, задающиеся вопросом, как вызвать смеющегося Джека полагают, что к ним приходит всемирно известный потрошитель, тезка данного героя крипипосты.но это в корне неверно Джек, клоун из коробки, с весьма живым и любознательным характером, не осознающий свои действия как жестокие или неприемлемые поскольку подобному поведению его научил Исаак, оживший игрушкой все происходящее воспринимается как смешная игра что делает Джека еще более опасным что нужно для вызова Джека перед тем как вызвать смеющегося Джека в домашних условиях, нужно приготовить такие предметы, как несколько конфет без обертки.листы бумаги.пишущие принадлежности.ножницы при этом для совершения вызова требуется знать, как выглядит данный персонаж, поскольку в дальнейшем его потребуется изобразить на бумаге как вызвать смеющегося Джека дома на заранее приготовленной бумаге нужно нарисовать 6 персонажей интернет-страшилок, последним из которых должен быть Джек при этом не обязательно детально изображать каждого героя, достаточно лишь передать отличительные черты. затем на другом листе требуется нарисовать пятиконечную звезду и вырезав нарисованные фигурки, разложить их таким образом, чтобы Джек был в середине импровизированной пентаграммы, а остальные располагались на ее внешних углах далее конфеты кладут на изображение в центре и произносят следующее не менее трех раз «Джек, ко мне приди и сладости забери» после этого все использованные предметы нужно спрятать в укромном углу, не нарушая заданные композиции, и ждать что должно произойти после по истечении суток после вызова можно проверить результаты, а точнее, целостность сладостей если они пропали, считается, что Джек согласен дружить с тем, кто его потревожил, однако если конфеты раздавлены или измят то в этом случае потребуется извиниться, то есть произнести над описанной ранее конструкцией смеющийся Джек, приди и шалость нашу прости затем все предметы желательно сжечь или закопать впрочем, чаще бывает так, что со сладостями ничего не происходит потому перед тем, как вызвать смеющегося Джека, днем или ночью неважно, следует настроиться на несерьезность происходящего и воспринимать все как игру и подпишитесь на мой канал пожалуйста пожалуйста